Всем привет дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня у нас будет немножко необычное видео, потому что сегодня по просьбе подписчика мы будем играть стимик флэш, причем мы будем играть после ротации, причем мы будем играть в формате стандарт 2020. У нас вот есть стандарт 2020. Что это за херня? Она буквально вчера, по-моему, или сегодня, не помню. Ну, короче, у нас есть все карты из блока равники, из М20 и престол Элдрайна. Вот, которыми мы можем играть. Короче, это, ну, по сути, блоковые деки, которые я для вас собираю, для вас снимаю. С М20, вот эти вот после ротационные тока, сегодня мы будем играть необычная дека, мы будем играть с стимик флэшем. Почему она необычная? Потому что из нее уходит очень много карт, которые там лежали. И нам придется играть лучами предвкушения. Комплектом за 4 маны, чары, если они есть на стартовой руке, мы можем положить ее на поле битвы до самой игры. И мы можем разыгрывать все наши заклинания, как будто у них есть миг. У нас, конечно, тут есть и миг, и контирспеллы, но есть и такие карты, у которых нет миг, но нам бы хотелось их играть за миг, поэтому лучи предвкушения не будут лишними однозначно. 4 призрачных моряка, естественно, за 1 ману 1-1 миг, полет, за 4 маны дровим карту, отличнейший первый дроп. 4 феи злоумышленницы, кстати, не только первый дроп, но и в будущем хороший дроп, потому что, когда у нас есть много маны, мы можем дроваться. 4 феи злоумышленницы, за 1 ману 1-1 с полетом, когда выходят на поле битвы. Если под нашим которым уже есть такая хрень, то мы дровим карту. 3 копии не гейта, а контир, а заклинание являющееся существом. 3 копии сбора эссенции, контир существо. И кладет жетон, а плюс 1-1 на не более чем 1 наше существо. 4, естественно, солоноводных головореза, за 2 маны 2-1 с мигом. Каждый раз, когда мы разыгрываем заклинание во время хода оппонента, мы кладем на него плюс 1-1 жетон, и он качается. 4, естественно, охотника ночной стаи, за 4 маны 4-4 с мигом. Все другие наши волки, вербольфы, получают плюс 1-1. В начале нашего заключительного шага, если мы не разыграли ни одного заклинания в этом ходу, создаем фишку 2-2 зеленый волк. 4 копии плащеносного мистика, тоже естественно, за 4 маны 3-2 миг, когда выходит в игру, контир спелл. 2 копии биогенных слизи, за 5 маны 2-2. Конечно, это крича не с мигом, но ее обилка играется инстантой. То бишь, когда она выходит, создает тину 2-2, в начале нашего заключительного шага качает всех тин на жетон плюс 1-1, себя тоже, и за 4 маны инстантой делает тину 2-2. Поэтому в нашу деку, в концепцию нашей деки, она в принципе неплохо вписывается. 2 копии пожирателя сновза, 6 маны, 4-3 с полетом и мигом. Когда выходит на поле битвы, используем слежку 4, и после этого мы можем побаунтить не являющуюся землей перманентного оппонента в руку его владельца. И 2 копии гидроидных кразисов, за 2 маны и x, 0-0, ну я думаю, вы их знаете, они прикольные. Из монобазы у нас тут бейсиков куча, 3 лужи и 3 храма таинства. Почему я не стал класть больше земель? Ну, потому что просто на самом деле они выходят затапанные. И для нас это немножечко проблематично. 3 храма вполне себе хватает. Сайдборда пока нету, потому что мы будем играть такой формат, стандарт 2020. Поэтому, я думаю, нам этого вполне достаточно. Я сразу скажу, потестил немножко деку, она 50 на 50. То есть, несмотря на свою странность, она имеет место быть в принципе, но не скажу, что она огонь. Но ничего так. Давайте попробуем. Попробуем кипнуть эту деку и поиграть. Посмотрим же, что нам покажут теперь тесты уже на камеру. Уже на камеру. Ну и да, ребятки, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Напишите комментарий к этому видео, мне будет очень приятно. Наверное, все на них отвечу. Обязательно. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, в принципе, ничего, такая ручонка. Давайте попробуем ее покипать. Пэнт, конечно, ходит первым для нас, это не очень хорошо. Ну, давайте. Ой. Ладно. Пока агрессии я не вижу. Давайте. Храм. Может быть, крича. А, не нужна нам пока пятая земля. Пока посидим на нигете, там уже посмотрим по ситуацию. Мирор. Мы играем с мирором. Белый-синий флай. Белый-зеленый что-то. Ой, синий-зеленый. Что это вообще? Так, ладно. Давайте. Ход. Оппонент, сходи. Ничего не произошло. Земля погибла. Пент-хит. Дамаг. И снова нихрена не произошло. Окей. Давайте. Храм сыграем. Позырим себе. Моряка. Моряк, кстати, неплох. В мироре. Если это мирор, конечно. Пока я еще таких наркоманских дек, как мои, я не встречал. Ладно. Ходи, оппонент. Атака. Окей. Давайте лужа. Два хита. Оппонент пропустил лендроп. Для нас это хорошо. Ходи, оппонент. Мы, кстати, могли бы фею поставить. Ну да ладно. Дэмэдж. Да я не против. Так, мой ход. Давайте попробуем поставить моряка. Забор осеньцы. Ну это похоже на мирор. Ну нихрена. Что-то нас, по-моему, пофиксит сейчас. Давайте поставим в свой ход волка и фею. И даже сходим в атаку. Чтобы нас не контрили. Вот так вот. Ну и ладно. Просрем одного токена, зато волк точно выживет. Блок. И все. Окей. Ладно. Давайте следующую игру. Это было странно. Но я думаю, то, что мы поставили волка в свой ход, это было самое лучшее, что мы могли сделать. Гарутак. А как Гарутак? Окей. Гарутак. Ну. Снова лучей нету. Слизь мы не сможем сыграть за инстанту. Ну давайте попробуем. Пэнт снова ходит первым. У меня вообще сегодня какая-то беда. Я еще сегодня ни разу не ходил первым. Не знаю, что происходит. Ну вот не получается у меня первым походить. На, кип. Ой-ой-ой, это сейчас такая прямо модная дека, и я аж не могу. Вот именно в этом формате, этот, кавалькада монокрасная, прямо рвет шаблоны, я вам скажу. Эмм, ладно. Послушник еще, к тому же. Окей. Эти пас... По-любому ящер придется убивать. А вот нерестовую лужу, конечно, будет больно ставить сейчас. Ну ящер лучше убить. Ну давайте две боли. Нам на следующий ход три. Мы ему в 14, потом в 11. Ну мы сейчас можем поконтрить все, в принципе. А если я понятен, ничего он не предложит. Хотя 100 пудов он предложит. Воеводу будем контрить однозначно, потому что, ну... Вообще сложно будет что-то с ним потом сделать. И атака. Если у нас получится вот этого поставить, и выжить при этом, то это будет просто очень круто. Или если вдруг нам волк придет, то это тоже будет очень круто. Воевода. Да, воевода. Это грустно, но так нужно. Пас. Да, конечно. Значит, мы в 10 сейчас, да? Следующий ход и того меньше. Ну давайте головореза что-ли воткнем. Не, блоков не будет. Ой! Это так замечательно, что лучше просто быть не может. Может все-таки у нас что-то получится? Сможем ли мы спастись? Четвертая мана. Это обнадеживает. Да. Пас. Куда? Скорее всего сюда. Это крутая крича, да, с фирт-страйком. Да, конечно. Давайте вот так вот. Если сейчас... Ага. Понятно, решает вот так вот сделать. Окей. Давайте сюда в блок. И надеюсь, что там шока еще одного нету, иначе это просто груз-печаль. Земля-земля. Ох, это пронесло называется. Вот это не пронесло. А, ну мы на следующий ход умираем. Мы просто тупо умираем. А нет, не умираем, у нас будет блокер. Окей. Все, живем пока. Так, головорез... Да, пускай будет. Нормальный. И ход. У нас два блокера. И мы в хите. Я очень надеюсь, что там не бурн. Какой-нибудь мерзкий. Ладно. Стоим, ребята, стоим. У нас есть ответ на бурн. Зажечь сцену? Хм, да пожалуй. Ладно. Кавалькада... А-а-а-а... Айти головорез. Айти нигеть в кавалькаду. И послушник. Окей. Так. Надо подумать. У меня сейчас будет три... А, две кричи дополнительных. Сколькими кричами я могу пойти в атаку? Одной. Одной кричи могу пойти в атаку. Айти подходим в атаку. Послушника оппоненту сейчас просто нет смысла сдавать. И я очень надеюсь, что там не бурн. Что мы в хите и нам тяжко. И все на этом. Это худший просто матчап. Это был один из лучших дроу, который мой компонент поддравить. Ну ладно, что делать. Мы, в принципе, не могли ничего лучше сказать. Но мы держались. Молодцом. И считаю. Ладно, давайте дальше тестить. Играть. А-а-а. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Вот так вот. Играть. Жаба мне нравится. На которую корону надевают. Арт вообще мега. Жалко, карта говно. Но арт мега. Давайте попробуем. О, мы первые ходим. Ни хрена себе. Такого не было еще. Ну ладно. Если сейчас оппонент не поставит первый дроп, то мы будем дальше контрить, контрить, контрить. Крич. Нормально. Вампиры. Вампиры. И не только крич будем контрить. Теперь нам надо дровать только земли. Остается. Вот это, конечно, тяжеловатая дропа на руки. Так. Нормально. Ну, пока можно порвать. Пока попорим. Вот тут, кстати, лучше бы смотрела земля, которая генит хит, чем врата. Может, оппоненты и то, и то есть. Все по комплекту. Что ж нам лучит, они приходят уже третью игру на стартовую руку. Случайно, это прикольнее вот эти посмотрелись. Может, на место лучей лучше этой играть? Как ее? Вивен? Хм, кстати, как вариант. Ты шутишь, что ли? Ой, еще одна тина. Вообще не в тему. Тина. Конец хода. Надо фею защищать как только, как можем. У оппонента мало хитов уже. Мы его за шесть ходов выпарим. За семь. Ничего понятного не делает. Ой, хорошо. Хорошо, земелька. Хорошо. Это хорошо. Еще две. И сможем пожирать или основу сыграть инстанты. Вот это будет нежданчик. Кто таким сейчас сыграет? Никто. Только Дима Манищина. Ну, шесть ман уже. Ну, прямо вот вообще. Прямо один жир. Уже больше не бывает. Давай. Давай, что-нибудь играй. Давай, дай мне поконтрить. Твое что-нибудь. Ну, будь мужиком. Окей. Так тоже можно. Угу. Понятно. Так, уже у нас тина, в принципе, может стать. Но это на потом. Я пока не вижу смысла. Правда, в таких дек, которые якобы считают себя контрольными, лучше играть инстанты. И так пока. Ой, сколько маны. Три, четыре, пять, шесть, семь маны. Фу. Горя в коронариумах. Ну, ладно. Ну, ладно, теперь будем играть в тины. О, оппонент смелил массу ремовал. Интересно. А может быть, и не в тину будем играть. Давайте пока в тину поиграем. Хочется в нефтину побаловаться. Да, наверное, конечно, миллион массу ремовал, но... Тем не менее. Имеет место быть. Ой, ты смотри-ка, что нам пришло. Хм, давайте Крайс сыграем на четыре. Подробуемся. Даже если он не выйдет, мы подробуемся. О, он вышел. Прикольно. Ой, не гейт. Не гейт вообще тема. Не гейт это тема. Гневкай. Хо-хо-хо. Гневкай. Боже, что ты творишь? Давайте лучи. И хади, оппонент. Теперь у нас все инстантное. Боже мой. Что ты творишь, друг? Какой гневкай. Морячок. Окей, срезовывался. О, еще контур-спал, но теперь можно просто моряком пороть. За девять ходов упорим. Наверное. Ну, в принципе, у нас все маны, мы сейчас можем интину сыграть себе спокойно. И еще при контур-спале остаться. Какого-нибудь. Ежик. О, нет. Прости, нет. Не могу пустить такое. Пасс. Ну, давайте тяну просто. Атака. Теперь можем... Мы не можем токенов делать, но все равно она неплохо. Ну, хади, оппонент. Давайте попробуем поконтрить. Вдруг получится. Ни хрена у него мастеремовал в деке. Меньше не бывает. Нет. Хотел только эльфа убить. Ха-ха-ха. Ладно. Ладно. Нормально. Нормально. Достаточно. Ну и давайте Последнюю сыграем На сегодня Такое вот коротенькое Видос получился Зато очень информативным Все видно Полностью видно деку Она как Обнаженная женщина Стоит перед нами Перед всеми И Зазывает Квасочек Если тоже любите квас Ставьте лайк, ребята Квас это тема Квасим по полной Так Ну снова без лучей Ну что-то как-то прямо грустно Ну ладно Раз мы первые уходим То В честь такого великого праздника Можно и Херней пострадать А? Моряк-то порет? Порет, моряк, порет Эй Порет, порет, порет Хоть бы раз Сегодня кто-то Смулиганился Еее Мощь, сила, дайки Не, ну это не серьезно, конечно Это так Это чисто, чтобы Взять 50 монеток За ничего не делали А, да 200 экспы Не на что копить Я же кошку не покупал За деньги Ладно А, снова Снова сюда Я забываю, что Две игры до одного поражения Прямо очень тяжко Семик флэш Семик флэш Короче, если хорошо дают Мы прямо Вообще шикарно Се чувствуем Если дают Хреново о том И хреново себя чувствуем Все очень просто В этой деке Ну, у нас 10 Контерспеллов Деку Это не плохо Это не мало О, легендарный Дракон Прошла сыграть Хреново себя Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Тебя я буду Перезпекать Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Остров. Ходи, оппонент. Из крайности в крайность. То форесты, то айленды. Ах, 10 айлендов. 8 форестов базовых в деке. Это специально, чтобы вот эти вот играть. На второй ход. При необходимости. Ходи, оппонент. Моноблю темпо. Оно может. Так. Так. Дискарть. Выбери что-нибудь получше. Ага. Это еще один форест. Айленд пришел. Мать его, сда ногу. Ну, атака, что делать? Считаю, эту партию мы так и чувствуем сольем. Не очень удачно был мулиган. Да, и рука стартовая не очень удачная. Был бы с сайдом, было бы проще. Но. Я вообще, ребята, за игру с сайдбордом. Всегда. До двух побед. Что-то это такой рандом дикий. Раскрытие. Окей, хоть ничего критичного в этот ход не сыграл. Понятно. Ладно. Давайте его уже поставим. Раз мы подровывали контерспауту, нужно выставлять зеленую ману. Вдруг мы вторую подроваем. Тогда у нас жизнь станет проще немножечко. Совсем чуть-чуть. На пол чашечки. Ну, к сожалению, да. Тут мы ничего сделать не сможем. Пока что. Это совсем не то, что я хотел. Атака. У тебя есть контерспау. Что-то не понимаю, нафига было вора играть. Если ты знал, что он умрет. Ну, ладно. Проходим. Не надо бы австр вставить. Потому что он может компанию вернуть руку. А, киф нет. Киф нет, не угроза. Пока. О! Хоть что-то нормальное. Такие вошли, попердели. Ну, давай, оппонент. Делай что-нибудь. Мне даже интересно, как ты меня выиграешь. Он меня выиграет по-любому. Я не вижу шансов тут на победу особых. Никаких. Ну, вор окей. Вор окей. Все ранее мысль скинуло. Наш. Контерспау единственный. Не пошел в атаку. Интересно. Ладно, давайте поставим блокера. И ход. Прокачали все тинки. Все щетинки. Окей. О-о-о-о-кей. Даже не знаю, если честно, блокировать, не блокировать. Давайте пока не будем. Это мне даже интересно. Надеюсь, там была третья земля. Искренне. Надеюсь. Я, скорее всего, там блок-минтерспау какой-нибудь. Это кажется. Нет фейков всего лишь. Ну ладно, это не критично было. Вот это было критично. Ладно, что, атака? На восемь. На четыре. На восемь. Все-таки на восемь. А, окей. Конец хода. Прокачались наши тины. Озарение. Окей. Окей. Так. Интересно, будет ли он сейчас. Жестокость. Хорошо. Ну да, что-то касается, вообще тухляк, если честно. На трех синих землях начинать четвертую подробовать. А, нет, остров ушел. Мне интересно. Только этот пошел атаку. Хорошо. Фея ушла, кстати. Он не взял фею. Не захотел. Ну, все тут. Тут все, я не вижу больше. Ни шанса, ничего. На самом деле. Ну, тут, конечно, было тухло очень. Такой старт, прямо против такой деки. Ладно, давайте еще одну. Что-то я разыгрался прямо. Прямо неинтересно. Мне эта дека нравится все больше и больше, если честно. Ее балл в моем сознании растет. Надеюсь, вам тоже, ребята, нравится эта дека. Потому что она действительно интересная. Ну, такой старт, конечно, был просто отвратительный. До пяти не было смысла, конечно, мулиганец. Ни в коем случае. А, ой, это еще хуже. Что-то мне под вечер перестало. Перестали нормальные руки приходить. Заходит первым, думает, не стал мулиганиться. Ну, давайте мы с мулиганимся за то. Вот это лучше. Значительно. Ставить шесть, оставить. Вопрос, что убирать. Ну, давайте, наверное, мистика уберем. А, все-таки, намного лучше, чем мистика. Давайте так. Хади оппонент. Ой, у нас сейчас дискард пролетит. Нет, 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 не дискард. Хух. Давайте мистика. Моряка с стеки сыграем. Вот эта рука намного лучше. Прямо вообще. Тоже, конечно, не идеально, но имеет все шансы. Все ключевые карты для нашего традиционного флеша в ней есть. Давайте поставим лес. Атака. Кстати, что-то не посмотрел. Он еще не убрал на грейв? Сейчас, стопа. Нет, ничего не убрал. Ничего же? Нет. Хади оппонента. Так, заводь. Разрешаю. Пас. Пас. Давайте поставим голову реза. О, вот это вообще топовый дроу. Атака. И хади. Вот сейчас бы нам еще тут контур спелл был, который контурит кричу. И мы такие кифни-то хренак. И забрали. Да? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, с такой рукой, наверное, невозможно проиграть. Это слишком жестко. Слишком жестко. Конец хода. Сейчас щорю в Корнариуму. Блин. Я буду только рад. Явление. Давайте вот такого сделаем. Да, ладно. Чего-то нам хоть помилил-то. Ничего критичного. Ну, это нам уже не надо. Атака, друг. Нет, нет, нет. Атака. Сейчас можем дробаться. Можем ставить волков. В общем, можем творить всякие непотребства. Давай, еще одно явление. Сыграю в волка. Тебе раз целую. Ну, хотя, да. 8-8 будет. Не очень хорошо. По крайней мере, волк не умрёт. 8-8, конечно, не очень кошерно, но терпимо. Ух, еще не гейт. Ладно, чего атака. Сейчас он станет 2 волка. И все по 4-4. Сейчас пару ходов подождем. Это, в принципе, можно будет оппонента просто сливать. Вот и все. Тут уже ничего не сделаешь. Не знаю, в черно-синих цветах нет такого масремуала, который бы сразу 2 волка 5-5 вычистил. 4 за 4 мана. Вот такая вот, ребята, получилась сегодня дека. Вот такая вот получилась, ребята, игра. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, не забывайте поставить свой царский лайк, написать комментарий и поделиться этим видео в соцсетях. Кстати, да. Почему нет? Интересная идея. И подпишитесь на канал, естественно. Подписывайтесь, ребята, на канал. Чем больше, тем больше у меня мотивации делать для вас видео. Ну, а с вами был Дима. Как всегда, канал МТГ Сибирь. Спасибо за просмотр. Всех вам благ. До новых встреч.